Новое видео выходит каждый день в 20.00 Это, наверное, такая, знаете, уже, я не знаю, многострадальная тема, которая вот прям вот всех уже заебала и так далее, то есть уже было много роликов на эту тему по разным годам и так далее, но в 2019 году я такого что-то найти особо не смог, потому что я, наверное, не искал, да мне, в общем-то, и похуй. Я так подумал, вот мало ли человек, ни разу не игравший в самп за всю свою жизнь, такой вот сейчас думает, вот сидит такой, блин, а может всё-таки попробовать? Почему вот мой там какой-нибудь дружочек в него играет? А почему я вот, допустим, не играл в него и даже вот как-то не пробовал и так далее? Вот почему бы мне сейчас не попробовать? Но перед тем, как он решил попробовать, он зашёл на YouTube и такой написал, а стоит ли играть в GTA Sambo в 2019 году? И тут вот он натыкается на мой видеоролик, я получаю просмотры, деньги, женщин, всемирную популярность и всё-всё-всё прочее из того, что вы только можете подумать, там, ну, я думаю, что вы такие, типа, понимаете, а я такой, типа, а, ну давай, а вы такие, типа, а, ну тогда давай, ну и так далее. Так вот, стоит ли играть в GTA Sambo в 2019 году? Там, начинать и так далее. Мой ответ нет. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока. А, ладно, это опять вот, это вот такая шутка, вот уже не смешная, вот сколько раз её уже все шутили, перешутили, и вот, ну вот я не знаю, вот, то есть я не знаю, зачем я опять-таки об этом вам, обо всём сказал, однако, однако, то, о чём я никогда не шутил и никогда шутить, наверное, не буду, это о том, что сам по обзору 1 сентября в 20.00 в виде премьеры, то есть в 2019 году вы дождались второй сезон, там сам по обзору идёт час, сможете посмотреть, сможете ещё что-то сделать, также заходите на вкладку сообщества, там вы сможете найти много всего, а также подписывайтесь на канал, у меня есть цель, там, 5 или там 10 тысяч подписчиков, как подпишитесь до конца вот этого 2019 года, поэтому давайте, я слышал, что если так говорить, то у тебя будет очень много подписчиков, очень много просмотров и всего того, о чём вы только можете, то есть подумать, о чём вы можете мечтать и так далее, а у меня вот, то есть это, получается, уже будет, если я буду говорить вот именно так, это, безусловно, унизительно, это, безусловно, очень плохо, но, типа, а почему бы и нет, да, то есть я всегда смогу сказать, что это, типа, был не с Дан Семён 2 на этом канале, а это говорил, типа, с Дан Семён стримы, который там лайки, клянчит, вот и подписки и всё такое, а кому это вообще надо, а никому. Вы знаете, самп это одна большая рутина, то есть ничего нового там не происходит, максимум, что у вас может поменяться, это, ну, какой-нибудь, там, я не знаю, игровой сервер, на котором, возможно, с первых секунд игры, там, с первых дней и, возможно, даже с первых неделей месяцов будет всё новое, вы такие, типа, о, ебать, а как тут это сделано, о, ебать, а как тут новая работа-то сделана, ёпта, ахуеть, но потом всё сведётся в какую-то абсолютную рутину, вы всегда будете знать то, что вас ждёт на том углу, на том углу, а как тут открывается меню слэш ММ, как там делается ещё какие-то прочие, там, вещи, вот, и всё так далее, но, вы знаете, наверное, в этом есть какой-то тоже шарм сампа, потому что ты, типа, играешь на одном проекте, прокачиваешь персонажа такой, потом устаёшь на этом всём сервере играть, идёшь там на другой сервер, на нём прокачиваешь персонажа, потом все эти прокаченные аккаунты ты продаёшь, и, в общем-то, получаешь от этого какую-то прибыль, какую-то копейку, но это, конечно же, шутка, продажа аккаунтов в GTA Sampe запрещена, кстати, а вот почему вот в GTA Sampe запрещена продажа аккаунтов? Кто-то когда-то вообще об этом думал и так далее, ну, просто мне абсолютно не понятно, почему запрещена продажа аккаунтов, типа, но это забавно, это как-то очень странно, Типа и все такое Ну ладно, ладно, это не особо важно Потому что это не важно Кому это в самом деле важно Так вот, давайте уже поговорим на ту тему Стоит ли играть в самп, там, начинать и так далее В 2019 году И вы знаете, я уже вам до этого ответил Что абсолютно таки не стоит играть в самп Но, однако, если вам все-таки хочется попробовать Хочется узнать, вот что такое этот самп Почему большое количество моих друзей играют в этот самый самп То, безусловно, можете попробовать Я вас тут даже останавливать не буду Тем более, такая игра, как GTA Samp Она идет на абсолютно все компьютеры Начиная от мамкиного или там, знаете, или папкиного ноутбука За 20 или там за 30 тысяч рублей Заканчивая каким-нибудь мощным компьютером Ну понятно, что на мощном компьютере оно хоть как пойдет Да даже сейчас, вы понимаете, самп, он портируется Вот, нет, самп-то он, типа GTA San Andreas-то он давно есть на мобильном устройстве А вот именно какие-то сервера, вот именно возможность зайти на настоящие сервера из сампа То есть эту возможность вот уже начинают как-то постепенно реализовывать Через какие-то вроде костылики, костылики Но это уже более-менее как-то работает Более-менее как-то там все налажено синхронизацией с оптимизацией Вы уже можете такие со своего какого-нибудь, там, я не знаю, Xiaomi Redmi Note 7 Там 4.64 уже можете зайти на какую-нибудь сервер в GTA Sanp Там, допустим, на Аризону или там еще куда-то вы можете зайти И начать уже там играть вот во все это Во все вот в то, что вы можете, в принципе, подумать В то, что вы можете посмотреть Во все это уже можете зайти и поиграть вот именно в GTA Sanp Именно вот такая возможность у вас есть вот именно в GTA Sanp Допустим, сложно представить игру, которая вот там как в каких-нибудь 2000-х годах выпустилась И до сих пор живет, кроме там какой-нибудь CS 1.6 или там Lineage То есть Sanp, он уже переходит в такую, вы знаете, не стоящую классику То есть и поэтому он почему-то не умирает Потому что многие люди в него играют Там очень низкий порог входа Эта игра, как я уже сказал, пойдет на абсолютно любом тостере На абсолютно любом куске говна Именно поэтому любой человек может зайти И может играть очень низкий порог входа И вы знаете, опять же, вопрос Стоит ли играть в GTA Sanp В 2019 году, начинать играть А попробовать стоит Если вы никогда до этого не пробовали Но вот именно играть, именно затрутить, именно прокачивать Левел своего персонажа Я думаю, что не стоит Оно того не стоит, это вас погубит Это вас убьет, вам это абсолютно таки не надо Вы потом таки, наломавши дров там на каких-нибудь, я не знаю На обычных серверах Там вот это вот Arizona Roleplay Sam, PRP, Advance Roleplay Наломавши дров на этих серверах Вы пойдете на какие-нибудь там, я не знаю, другие сервера Вот, и будете такие говорить, типа Ебать, ебать Там на Full Roleplay сервер придете На какой-нибудь Gambit будете говорить Ебать Вот это я понимаю Roleplay Вот это я понимаю Вот тут вот нужно играть Будете всем говорить Всех будете назвать Ашотами Всем будете говорить, что Ой, блядь, да как вы можете играть на этой Аризоне Вот Gambit Или там вот Pacific Coast Project Или там еще какой-нибудь проект Вот он-то Вот он-то заебись А вот все остальное Ну, оно, вы знаете Какое-то Ну, такое себе Ну, прям вот ты смотришь Такой, типа Блядь Ну, 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 такое себе Ну, не знаю даже Ну, как вот там можно играть Что это такое И То есть Ну, я не знаю, чуваки Я в самом деле уже Не знаю Я сам не знаю Стоит ли играть в сам В 2019 году Там какой роли плей Че куда Там играл на каких-нибудь Там, я не знаю ДМ серверах Максимум И вообще не понимал Как люди могут играть На роли плей серверах Че там вообще делать Это как вот сейчас Я захожу в Lineage 2 И кроме того Как убивать мобов Я не знаю Что там еще делать Какие-то рейд-боссы Возможно есть Возможно есть еще Какие-то чуваки Но мне это абсолютно Все непонятно И вот точно так же Мне все это было непонятно В 2013 2014 2015 году И вот сейчас Я просто вот такой сижу Записываю какой-то Видеоролик Там вот На свой микрофон Samsung C01 Upro И просто даже не знаю Что вам можно посоветовать Но опять же Если вы никогда До этого не играли И хотите просто Попробовать поиграть Посмотреть что там Да как там Заработать первые Несколько долларов На шахте Или там Несколько вирт На шахте Там купить скин себе Поработать на ферме На самп рп Или там Задонатить на Arizona Roleplay То в принципе Почему бы и нет Вы можете Зайти в самп Там ввести промокод Какого-нибудь там Ютубера Митин тащит рп Малфой там На блю Ися На синем Ой господи Вот эти вот промокоды Все вот этих Дебилов Конченых Можете не вводить Вводите только Какие-нибудь там Я не знаю Нормальные промокоды Ноутоксик22 Вот это я понимаю Вот это заебись промокоды Ладно Ладно Ролик уже скатился В какую-то полнейшую рекламу И мне непонятно Почему так все произошло Потому что Сам вопрос Вот так сказать Когда спрашивают меня Там Или еще кого-то спрашивают Там Я просто Я бьюсь в фейспалм Потому что Ну стоит ли играть В GTA Sam В 2019 году Да сходи ты блять Сам блять Зайди Поиграй Что-то поделай Там просто Я не знаю И все И ты поймешь Стоит играть В Samp Не стоит Ну пиздец Ну че это такое Блять Может ты меня еще спросишь Данил стоит переходить На мак блять Или там Стас стоит переходить На мак Стоит ли играть В самом 2019 году Там Да полох Там Иси извинись Там Я не знаю Вентура остановись И все такое Я не знаю Чуваки блять Ну вы че Вы серьезно что ли Я не ебу Блять Если хотите Можете зайти Поиграть Попробовать Что-то поделать Там понравится Понравится Поиграйте Поиграйте Там все будет классно Если хотите То можете поиграть Вы просто меня вот об этом спрашиваете Я не знаю Чуваки В общем то Ладно Всем спасибо За просмотр данного видеоролика Всем Пока